здравствуйте я выскажу свое мнение по поводу событий в беларуси прошел массовый протест идут небывалый протест в истории беларуси по всей стране вот очень много комментариев я поражаюсь что как бы есть люди которые агрессивно защищают позицию господина лукашенко вот да наверное он много чего сделал и и его заслуга это состояние промышленности это хорошие торговые отношения с россией это посредничество беларуси между востоком и западом вот но давайте вспомним историю гитлер в первые годы своего правления немало сделал для сокращения безработицы в германии это каким-то образом прощает действия гитлера по холокосту с моей точки зрения нет таким образом это действие гитлера по холокосту не прощает конституция беларуси говорит о том что народ является источником власти кстати как и конституция россии подделка выборов подтасовка их причем полная подтасовка и доказанная подтасовка выборов каким-либо образом прощает господина лукашенко с моей точки зрения никаким образом она его не прощает это преступление преступление против своего народа и преступление против того государства которым господин лукашенко руководил другой вопрос как господин лукашенко к этому преступлению пришел а пришел не просто так пришел он разрушив все институты сделав выборы формальностью и ритуалом кстати не хочу здесь тоже обвинять белорусский народ ни в чем не в россии не в беларуси выборов как таковых и не было то никогда опять вернемся к истории белорусский флаг белокрасный придуман феврале 1917 года придуман здесь в санкт-петербурге тогда белорусским культурным деятелем и придуман он период демократической демократической революции период когда также людям надоел беспредел безволие произвол и в принципе происходило то же самое что происходит сейчас в беларуси вот флаг этот был официальным до девяносто пятого года затем был заменен советским фланг давайте несколько слов про вообще советский режим осенью 1917 года состоялись самые демократические выборы в истории российской империи и российской республики выборы в учредительное собрание эти выборы были максимально свободными никто по фактически не поддержал не подделывал тогда голоса и эти голоса себе собирались были отменены имущественные цензы которые были бичом выборы в выбор в государственную думу где бы было не не представительное непредставительное собрание где где народные представители не выполняли свою функцию по многим вот эта проблема наконец была решена в 1917 году и что же произошло на этих выборах осени 1917 года партия большевиков выборы проиграла ну так скажем не получила большинства даже не получила значительного присутствия в новом учредительном собрании которая готовилась к принятию конституции и большинство получили эсеры вот что же сделали большевики первые заседания учредительного собрания состоялись в таврическом дворце в январе 1918 года вот это знаменитое выражение караулу стал матроса железняка когда большевики в ушли с заседания учредительного собрания и когда после их ухода охрана солдаты разогнали фактически представители учредительного собрания опечатали здание парламента и больше не давали возможности народным представителям собираться это было началом гражданской войны но это было очень очень важным событием в истории коммунистического режима коммунизм он несмотря на идеологическую мощную составляющую экстремистскую составляющую в себе экстремистской левую коммунизм никогда не был популярен электорально обратите внимание на то что развал советского режима последовало в конце 80-х годов с восстановлением свободных и демократических выборов наверное коммунисты отчасти в лице господина горбачева подзабыли ну или решили что четыре поколения спустя после переворота семнадцатого года нужно вернуть демократические процедуры то есть нужно поделиться ответственностью с народом и как оказалось в конце 80-х годов опять же в чистых честных конкурентных выборах коммунистическая идеология оказалась непривлекательной коммунизм большевизм родил власть не рабочих и крестьян а он реально родил власть партийные номенклатуры и с моей точки зрения эта система была система абсолютизма номенклатурного да это просвещенный абсолютизм это абсолютизм номенклатурный который является преемником царской власти они хотели номенклатура хотела сделать народу темному непросвещенному хорошо и если народ сопротивлялся то большевистский террор объявил войну собственному народу и в итоге эту войну победил победил эту войну с собственным народом уничтожив миллионы людей инакомыслящих миллионы даже десятки миллионов отправив в лагеря вот тем самым зачистив зачистив гражданское общество коммунисты фанатично верили в технологии они считали что они возьмут какие-то волшебные индустриальные технологии поставят заводы фабрики которые будут работать и дадут им абсолютную власть над миром но как оказалось те технологии которые коммунистическая власть востребовала и в итоге использовала и совершила урбанизацию жертвами миллионов людей искалечив целое общество эти технологии не дали никакого преимущества общество оказалось импотентным не способным к развитию отсталым инертным люди оказались травмированы тоталитарным режимом люди оказались подвержены манипуляции манипуляциям авторитарных лидеров популистов диктаторов потенциально просто нечестных на руку дельцов и бандитов вот такое слабое зависимое общество мы имеем на текущий момент и этим обществом легко управлять им легко манипулировать легко выдумать внешнего врага или легко указать на врага внутреннего разжигать нетерпимость друг другу разжигать любая нетерпимость это то на чем держится авторитарный режим авторитаристы выращивают себе нетерпимых людей авторитарный режим пытается разорвать все горизонтальные связи авторитарный режим пытается поссорить обычных людей обычный граждан между собой Авторитарный режим пытается дискредитировать любые институты гражданского общества. Авторитарный режим занимается постоянно пропагандой. Постоянно указывает на мир с негативной точки зрения. Говорит, вот видите, там плохо, здесь плохо. Нигде нет счастья. Это кровь и плоть авторитарного режима. И диктаторского любого режима. Поэтому поведение белорусов, их возмущение, кражей голосов, откровенным бандитизмом власти в отношении собственной конституции. Да, пускай эта власть декларирует какие-то светлые и чистые начала. Но когда власть переходит к этому этапу, к этапу уничтожения гражданских прав окончательно, это фактически этап 30-х годов в коммунистическом режиме. Это война против собственного народа. Следующим этапом будет исчезновение людей, исчезновение оппонентов этой власти. Будет массовое нарушение прав, увольнение. Поэтому пути назад как такового нет. Единственное, к чему я призываю, это к уверенности в своих действиях, настойчивости, к отстаиванию своих прав именно белорусского народа, но не заблуждайтесь. Если есть левая номенклатура, помешанная на своем статусе и пытающаяся этот статус возродить, но в целом работающая в интересах народа и часть белорусского народа это понимает, и часть наоборот только это приветствует, то просто передача, как госпожа Тихановская в Литве, власти в руки прозападной элиты проблему не решит. Потому что, можно сказать, это правый подход, который в Беларуси тоже не сработает. И очернение братской России, переписывание истории, только другими словами, это не украсит Беларусь. Я боюсь просто, что элиты, которые стоят за спиной госпожи Тихановской, эти элиты рассчитывают на, по сути дела, гарантированные золотые парашюты от Евросоюза, от международных организаций. Просто рассчитывают на свой социальный высокий статус в Европе, в Америке. И, в конце концов, их будущее белорусского народа не заботят, потому что белорусскому народу в итоге могут предложить трудовые визы и место уборщика туалета в Европе или в Америке. Предприятия могут закрыться, между Россией и Белоруссией будет железный занавес, опять же, можно сказать, что виновата здесь и Россия, ее авторитарность. Но я не думаю, что демократическая Россия спокойно будет реагировать на белорусскую элиту, которая торгует своей государственностью в пользу наших естественных конкурентов, не славянских стран, допустим, той же Германии фактически. Вот. Как бы хорошо я не относился к европейским странам, к Америке, я очень люблю развитые страны, уважаю их за их достижения. Ну, понимаю, что для России это конкурент. И партнеры в том числе. Вот. Мы в России заинтересованы в том, чтобы закрыть историю с тоталитаризмом, с авторитаризмом, в том, чтобы было народовластие, демократические процедуры, в том, чтобы был московский процесс, наподобие Нюрнбергского процесса, процесс, где будут осуждаться советские репрессии и осуждаться серьезно. И вообще вся Россия, весь русский народ должен покаяться и встать на колени перед своими соседями, перед соседними странами за те злодеяния, за голодомор в Украине, за голодомор в Белоруссии, за уничтожение крестьян, за репрессии, за расстрелы. Вот. Надеюсь, после этого отношения в итоге будут немножко другими. Но нужно проводить декоммунизацию в таком виде. И это, естественно, от этого никуда не деться, к сожалению, потому что коммунистическая идеология в таком виде, она, конечно же, ужасна. Она не особо отличается от идеологии нацистской. Вот. Ну, в принципе, это все, что я хотел сказать. Моя точка зрения субъективная. Я желаю успеха белорусскому народу. Я хочу пожелать ему построения гражданского общества, институтов гражданского общества, которые действительно изменят жизнь обычного человека. Трудового, творческого, политика, бизнесмена. Наконец заработают права собственности. Наконец появится законность. Жить в беззаконии, жить в системе, которая живет по понятиям, как это делается в России, это страшно. И это путь в никуда. В итоге постепенно вымывается творческая часть общества. Люди, которые умеют работать, уезжают за границу. Это неправильный подход. Нужно уважать. Собственный народ. Я вот надеюсь, что как раз белорусы сейчас, они показывают пример уважения собственного народа и пример законности. Именно белорусы, те люди, которые на улицах сейчас стоят, они являются воплощением и законности, и порядка в Беларуси. Но не действующий президент, и не действующая власть, и не российская власть. Это пример для нас, для россиян, как себя нужно достойно по-граждански вести. Спасибо.